Всем привет, друзья! Сегодня осмотрим последний день второго супер уикенда. Подытожим результаты наших СНГ команд, кто на каком месте окажется, ну и посмотрим также, как дела в регионе ИСТ, какие команды в топ-16 по итогу СУ. Что сегодня за день, друзья? Просто нереальный прок зоны на маленькие острова на Мирамаре. Нави садят на сковородку и на Куак Альфа-7. Нереальный шот со снайпы от Матика и 1-3 по Питцбрук Найтс и Гастам. Тим Спик от Матика этого кусочка. Огненный обзорчик. Всем приятного просмотра, дропаем ваши золотые лайки, комменты и полетели на Иранкель. Самолет у нас с севера-запада на юг, а кругу на центр и чуть правее. Опачки, Матик, как штирлиц, как шпион, подлавливает Карилью и наказывает его со сковорода. Это далековато, но нежели Карилья, или он, смотри, он внизу находится, Карилья не подозревает, но это фри-поинт для Матика. Изи катка Карилью отправляется в лобби и вот такая еще справа детская просто прилетает. Это заготовочка от Нави, прям реально заготовочка. Запустить до Матика реально как штирлиц, чтобы он подловил кого-то из Альфа-7, это именно не случайность. Пятая зона. Уходит с северней Ясной Поляне, Нави играют с запада. И пока Эстуджи допушивает Эйти Севен. На краю зоны у нас контест между Единорогами и Нави. Мы смогли, Дивижн, такого не было. И вот сейчас это двоится, будет под ударом. Милос уже пропускает минус 70. Эстуджи идут душить. Они чувствуют, что там не вся четверка. И они с двух сторон будут заходить на Милоса и Асту и ставить точку на коллективе Эйти Севен. А может быть и нет. Или все-таки Милос минус 2 отработал. Хорошая реализация. А вот Соника и Затонли. Все-таки Сайлос на капитанище. Сейчас втаскивает минус 2 у Эстуджи. Скорее всего на 9 килов уже есть у ребят. А вот и Китсуня. К сожалению, упал. Джекей Фёст. Дальняя атака. Не получается. Но как и Олов Тигзи. Важная миссия. Сейчас у Тигзи не дать фрешу и Джекей Фёста атаковать по Матику и Меку. Зона пошла. Она будет выдавливать постепенно Тигзи на команду Unicorns of Love. По-моему, по позиции Китсуня лежит в опене под дымами. То есть поднять его будет экстремально тяжело. 9 команд у нас остается. Блук Чаптан. Также мы с ними прощаемся на 10 строчке. И Луц заходит сверху на Альфа-7. Меку отвечает Полину. Меку закрывает Ролкиса. И закрывает Джекей Фёста. И Натус Винсера. Похоже, там разбираются все-таки с давлением Unicorns of Love. В основном все файты проходили в районе Ясной Поляне. Никого не пускали за пределы её. Работали там с Востока, с города и со всех сторон. Na'Vi после того, как закрыли единорогов, начинают подвергаться стрельбой от Бешиктаж. Как же пизбургские рыцари. Вообще, насколько у них сейчас процент выжимаемости поднимается. И посмотрите, что они делают с Na'Vi. Вообще, совместно с коллективом Бешиктаж. Раздамаживают наш коллектив. Жёстко. Очень жёстко. Вот такой полулёжа позиция. Плюс из-под долбежки. И заканчивается это АУ-карт. И Спитцбург Найтс. Это топ-7 для Na'Vi. Последние пять команд. Спитцбург Найтс, Сольник. Каннебаче, Бешиктаж, Футболисты и Альфа-7 Сольник. На Na'Vi зарабатывает именно последний выживший птицбургский рыцар. Просто заехали. Попали сразу. Вот массовый огонь со всех сторон. В итоге у нас Альфа-7 тоже разваливается. Рево остаётся соло. Футболисты живы в четвером. Если Лавазина поднимут, у них огромнейший буст будет на финал этого Ирангеля. Но посмотрим, где он на Салка и Луца прилетит. Было бы неплохо. Он в полёте, вернее, в прыжке. Получил доп-обзор. Но Луца хорош вместо Рево. Да ладно, ещё и туда засыпает. Очень жёстко футболисты. Большие неприятности. Ну и вот посмотри, Альфа-7. Он, казалось бы, получили вообще чуть ли не ферстблат на карте. Матик закрывает одного бойца. Сейчас сделает, собственно говоря, Рево. Сможет ли он соло закрыть коллектив футболистов? Это третий нок уже по Рауму. Приходится от этого бойца. И остаётся последний Лавазин, который под дымами думает, перебегать ему или нет. К этим трём нокнутым бойцам. И не подпускает его Рево сейчас поднять Салкая. Ну, Раум, соответственно, был добит этим рандомным спреем в дымы. И Луц. Луц тоже. Думаю, что вообще NJ7 на западе с бровки. Закроет сейчас Рево. Нет, это Алукард делает. И посмотри, как опасен Соло на Питтсбург. Найс. Я просто в шоке с Луцаром. Я, Феникс, я тебе уже говорил и чату говорил, что если мы абстрагируемся от Na'Vi и MadBlue, то, считай, я болел бы за питтсбургских рыцарей, потому что очень крутая и красивая игра от этих парней. Бешекташ. И это, скорее всего, проблемой-то и станет. Падает Рбелион. Падает Акун Машин. Минус Фенербах. Четыре команды играют. Все-таки, все-таки выживают на Алукарда. Сейчас Солкай приезжает. И тут уже, конечно, все схвачено. Опытнейший игрок, коллективов футболистов. Уничтожай закручивает на баги. Въезжает под Солкай. Ошибается, взрывается, но взрывается. Нет, не взрывается. Тачка, прошу прощения. Это ног. Здесь, скорее всего, будет легко. Здесь байки, которые перевернутые. Но это вообще две стеки му, конечно. Но Бешекташ добивается своего. Топчик на первой карте. За ними с девятью километров. Вторая карта. Мирамар. Самолет с юго-востока на север. Округ вниз и правее. Переходим на конец второй зоны. Unicorn of love принимает AT7. Мы вообще, наверное, останемся без предиктов. Лучше нам будет молчать. А пока GK First отработал Fire. Пчелку. Гостенса также страдает от спецбургских рыцарей. Мы перемещаемся на Unicorn of love. И, блин, тот самый Лин будет принимать AT7. И он должен был сделать два нока. Но смог сделать только один. Аста провожает GK First. Спреем. И это минус два. Идти спокойно дальше. Ролкис остается один соло. Но посмотри, Ролкис до последнего. Стрельба по Асте приводит к ноку. Все меняется. Чока тоже в ноке. И неужели Ролкис спасет GK First? Спасет. Потому что Майланд занимался подхилом карди. И только сейчас, в преимуществе 2 в 1, они могут выходить на Ролкиса. Нет. Или не спасет. Но респект Антоном. Они не дают возможности сейчас реабилитироваться. Коллективу UOL и с помощью гранаты будут заходить. Что придумает Ролкис. По сути, карди Майл сейчас далеко. Зона, ребята. Зона. А у меня в первый раз. Зона на островах. Жесть просто. Я несказанно рад этому моменту. Друзья, ну тут комментировать просто нечего. Давайте посмотрим. Нарезки киофф. И по итогу уже вернемся к отзору, когда уже будет понятно, кто окончательно переплывет на острове. Шаги Нуноса по побережью и знает, что переплывут. Нави пока что без потерь. И мы просто надеемся, что этот коллектив успешно доберется. Пока вот, собственно, пока Нунос занят у нас здесь разборками. Ой, за зоной, да, наши ребята? Ой-ой-ой-ой. Ну, Нави надо быстрее заходить, пока Райзы отвлекаются на коллектив Блэк Дрэгор. Китсун высадился. Так. Ну, а Тигзи-то нет. Тигзи уже не пустят, видимо. Тигзи еще не хотят пускать. Есть инфа у Нуноса по нему. СТУДЖИ РИПСЕВЕН умирает от игровой зоны Чика. И Спитсбург Найтс также проваливается. Келси, до свидания. Также говорит ему игровая зона. 12 команд остается у нас на финал этого Миромара Хаешка. И Китсуно, вот ты говорил, добрался. Да ничего он не добрался. Ребят не хотят пускать в зону. Вот этот коварный Митик и Нуноса. Кто-нибудь, снимите их уже отсюда с этой точки. Дайте хотя бы одному представителю Натус Винстера зайти в эту игровую зону. Ну, как же я хочу, чтобы они высадились, десантировались и закрыли. Слушай, а ты посмотри, а я не очень понимаю, почему он его ведет. Он же не должен видеть его. Мекку под водой. Он не всплывал, а он его просто ведет на прицеле. Непонятная вообще история. А это происходит от Мифика. Либо кто-то из Райзов в воде, что его ведет тогда. Как он его ведет, непонятно. Прицел. Это странная какая-то вещь. Разберемся, я думаю. Ай-яй-яй. Да, смотрим. Нави, что там у нас. Ну нет, здесь я, конечно, как бы я здесь не поддерживал, но Матик и Мекку не выйдут с воды. Нави не впустили на топ-9. Хитрые альфа-сэнда пыли. Перевели Нави на север. Из-за острова. Так, ну что, друзья. Топ-5 команд. На шестой отлетели Писбрук Найтс. А последние пять команд это Бешикташ. Альфа-сэвен. Фуриус Гейминг. А сольник из 87 у нас на перехиле. Есть. Вот уходить на ФЖ Хаешка. Хаешка залетает. Снова нок. И последний Тайгер Зин был запушен. И пал героем на пятой строчке вместе со своей командой. Пал героем. Великолепно. Просто ты его... По процентному соотношению. Аста уже с нами попрощался. Мол, ребята, я ливаю. Одновременно с коллективом Бешикташ проатакуются. Несут мафиозы, например. Но Санатекса-то с грозой еще в клоус-файте. Ой-ой-ой. Альфа-сэвен Санатекса ошибся. Но тут же прикрыли. И... Ой-ой-ой. Ресенто, I believe I can fly. Да ты мой друг. Слушай, он на Санук провалился. Чекай, вот Ресенто не будет на следующем Эрангеле. У нас же до Санка решил улететь. В нашем виртуальном мире пространственном. Но это было смешно. Он, кстати, живой. На секундочку. А вот Зесси... Зесси, да. Зесси не рассчитал высоту. Он не был таким везучим. И вот он отправляется в лобби готовиться к Эрангеле. Вот Коридио. 8 киллов есть у коллектива Альфа-сэвен. Помогается на Тексас в параллели. И Ресенто тоже оголяется под атаку. Безуспешно. Феникс, Коридио на тоненького. Он сейчас падал вниз, да. И мог тоже разбиться. Если не рассчитал бы. Но еще ему Фиозов втащил тут параллель. Да, грамоты контроли от Альфа-сэвена. Они не допускают. Здесь ошибок. Остается только Нулес. И Рюво уже сокращает на него дистанцию. Хотя Нулес. Какая дальняя атак шикарная. И мистер... Альфа-сэвены быстрее всех приплыли на остров. Закрыли всех. И забирает топчик на Мирамаре. На севере острова, куда приплыли Альфа-сэвен, там был всего лишь только один игрок Райс. Который их встречал. С которым они встретились, разобрались. И спокойно высадились на берег. Вот таким образом у нас Альфа-сэвен зарешали катку. Третья карта, друзья. Самолет с юго-востока на северо-запад. Круг правее. Сегодня прям удачный день для Нави. Чтобы немножко по-кибербулить Альфа-сэвен. И первый контест на Георгополе. Костяку, мафиоза. И мантик оказался в Ноке. И я не очень понимаю. А, мафиоза, да? Поговорились. Поговорились. Решили вопрос. Ну что, у нас уже, знаешь, на самолетах... Потихоньку-потихоньку Нави так начинает давить, да, друзья? Морально поддавливает то сковородочкой, то кулачками. Потихонечку, Ларли Сантакс, смотри, и подсядет. Переходим на четвертую зону. Фринобокчей держит под прицелом Бэк Драгонс, который в Коус Файте с СТУДЖИ. Что, набрали? Очень сильно удивился. Но сегодня ребята вернулись на круги своя. Так, и помнишь, я тебе обещал, что мы не будем предиктить, чтобы не сглазить Феникс? Не будем. Сейчас давай закончим эпизод. Как же жестко, как же больно сейчас черным драконам. Их контролит команда ФБ издалека и еще СТУДЖИ. В упоре тоже под них просто подмахивают. Жестко. Голден остается один. Тимбер в Ноке. Но Савьен, он не намерен останавливаться над достигнутым. Он не собирается. А на севере круга Альфа-Севен. Контест из 87. Семерки встретились. Сенок там делает паузу. Ой-ой-ой, у нас Альфа-Севен на ротации. Соединяется коллективом АТОМ. Но тут хосты помогают. А Севен остановился в спину. И в итоге Аккарди Соло. И сразу же, сразу же переходим на картошку. У нас Нави против НЕКС Руя. В итоге Альфа-Севен выживают все втроем. И просто получились фри-ПТСы для Альфа-Севенов. Бустанули ребят. А Мекку в Ноке у нас падает. Это заруба с НЕКС Рой Гейминг. Дикси тоже в Ноке. И похожая ситуация в похожей локации. То, как подловили команду Нави. Коллектив Альфа-Севен. То же самое сейчас проделывает коллектив НЕКС Рой Гейминг. Причем эти ребята идут, естественно, сразу добивать. Но Матик будет бороться. До последнего Матика взрывают с ХЕшки. Серега остается один. И смотрим за развитием событий. Это раз на раз. Это Китсуня против Фрозана. Прямо сейчас. И Китсуна отличную позицию занял. В положении лежа. Фрозан, если побежит вперед, точно будет ошибаться. А Китсуц премь на зуме. И нужно тайну. Перестрелял Китсуна. Ну, как я и говорил, что сейчас очень тяжело даются 4 на 4 файты. Пинк играет очень большую роль для них сейчас. И чудом, чудом не отлетели ребята. Идем дальше. Переходим на пятую зону. Где просто заруба мясная на севере круга. И едут дальше. Уже топ-11 у нас разыгрывается на Эрангеле. И давай пока замечательную картинку. Замечательную балладу от Ролкиса, Лина, Джеки Ферста и Фрэша. Пуш последнего игрока Тимбера и закрытие страны. Потому что время по Москве уже позднее. СНГ регион многие вообще уже должны спать. Готовятся к рабочей неделе. Но мы... Назад уничтожить райзов, которых они нокали. И продолжить движение в противоположную сторону. Было бы лучше, конечно, чтобы они сначала закрыли райзов, но потом уже разбирались с фиттбургскими рейдзерами. Но это мы с тобой видим карту, видим перспективу, видим спектат-мод. А они не видят. А они видят только пространство перед собой на своих игровых девайсах. И напоминаю, на телефонах, а не на каких-то других. Это все-таки мобильная игра. Побжимобайл говорит сама за себя. Как же Алухард страдает по закрытию. Боже, что сейчас происходит? Это просто ваншот и без купа почти. Матик еще делает минус 3 по Питцбург-Найтс, минус 3 по Гастам. Да что это имба просто творит. Но тут там, над вами. Да подожди. Сейчас они будут отходить. Я вижу ног пользуют. Чего они вижу. Надо вверх, вверх, вверх надо. Вы в них, нет? Вот в этот туалет. Я могу покаверить. Так, вверх убьем, чалов. Сирок перед нами. Нокнул скоряка еще одного. Все! Это хайлайт еще. Единственное, что надо признать, что тяжело будет ребятам дальше. Потому что да, потому что будет сейчас закрытие наших. Ноки произошли уже вне игровой зоны. И, соответственно, зона... Будет тяжело. Но надо. Надо постараться. Серьезные соперники на финал. Unicorns of Love. Футболисты и Na'Vi. Ну и да. Все-таки это топ-3. Мидос, что дал, матьик? Что мы с тобой сегодня с тобой? Команда футболистов. Я хочу сейчас к зрителям обратиться. Я думаю, что Na'Vi своей игрой на этой карте затмили тут топ и от футболистов, или от UOL. Неважно. По-моему, они сыграли просто amazing. А это потому, что мы их... Странно, что Лавазин вообще позицию не меняет. Его там уже пытаются столько раз забросить гремны. И вот это, по-моему, финальное. Да! Ролкис! Отлично! Заходит с гранатки в Лавазина. И Луц теперь 1 в 3. Тут хорошо прям. Ёла. Но странный мув опять отлазит. Почему он не менял позицию? Так долго Луц в итоге фреша снимает на подходе. Уже 1 в 2. Дает еще ног по Ролкису. Не ног, а спрей по Ролкису. Практически отправляя его в ног. Да, все-таки... Лукс пошел в пуш. На все тяжкие. Ну и единороги, конечно же, его встречают. Топ-1 на третьей карте. 10 килов. Матик 8 килов, ребят. Блин, пушечная просто катка от Na'Vi. Санук. Самолет с востока на юго-запад. Круг в центр. Хот-дроп. Питцбрук-найтс против гастов. Не получится. А Лукарду не удастся забайтить Беовульфа. Он выходит со спины, но тут же с ДБС схватывает патрон. И быстрое добитие говорит нам о том, что First Blood на карте состоялся. Питцбургские рыцари жестко вырываются на эту карту. Ну фартит, ребята, снова 4-2. Снова нет поддержки у хастов, так же, как и на Миромаре. Он двойную плюху повесил, но его все-таки тоже берут на ДБС. Он сделает 1-4 клач против коллектива Питцбург-найтс. Первый фраг пошел. Добивание. Это папаган от спека. Аптек нет, поэтому он не будет уходить на перехил. Скорее всего, придется брать штурмом с тем, что есть, и это закрытие. Далее рыцари переключаются уже на Фенебахче. Нокует одного из них. Как тут сразу же делают ротацию Нави. Точнее, их дуа Мекку и Тикси проезжают мимо Фуриус Гейминг и заезжают в эту кучу малую из рыцарей. Но, к сожалению, быстро отлетают, и Матик остается на перехиле. Пятая зона. За безопасной зоной находятся 6 коллективов из всего 13. И начинаются потихоньку отлетать команды. А топ-5, прошу прощения, Китсуна делает ног по FG. Ты не ошибся, Минос, не ошибся. Это не байт, дружище, потому что 14 команд на пятой зоне это много. И команды начинают одна за одной отваливаться. Нас уже 9 остается. И Китсуна пока что живет. А Зесси из... Не имеет никакого значения. Герикс жесткий риск от этого бойца. Он вбегает под коктейль Молотова, под закрывающуюся зону. На эту двойку из 87. Как будто это что-то личное от игрока Райзов. Зачем? Зачем они упускают тайминги и губят свой официальный топ-1? Как сейчас чуть ли не зарунился команда Райзена. У них есть транспорт, и Герикс... Боже, 200 IQ Муфаса, что он делает? Просто на капоте завез в зону. Красавчик. Последние 5 команд. Райз, InCross of Love, Бешикташ, Беси, Нави. Но Китсуна, к сожалению, не отлетает на топ-5. И остальные 4 уже продолжат файтиться. Попытка провести атаку. 5 топ для коллектива НАТО Свинцеры. И за счет перехила. Коллектив набирает необходимое количество ПТС. Нжой 7 уже точно ничего здесь делать не успеет, кроме как... Почему сейчас игрок Бешикташ не добивал из Беси нокнутых? Сносит GK First, и у нас ситуация развернулась таким образом, что на финал выходят 3 команды. Райзы почти фулстаком, Юолы и... Кто еще с нами? Не видим мы третьих лиц. Ах, это же команда Булук Чаптан. Да, остается у нас Мандо Булук Чаптан. Те ребята, которые выстреливают редко, как говорится, но метко. И находят последнего представителя. Райзы закрывают всех. Забирают топчик на Санук с 10 километров. Последняя карта. Ирангель, самолет с юга на север. По левой части карты. Круг, центр и левее. Конец второй зоны. Питсбург-найцы догоняют эти севены. И просто начинают их душить. 2021 год прошел, наверное... Если вот тебе надо выбрать логотип PUBG Mobile из какого-то оружия, то, наверное, это будет UMP. Да? Кстати, ну, наверное, вторая половина 2021 года. Но это оружие, да, кардинально прям так заявило о себе. А первое, хорошо, а первое тогда. Ай-яй-яй, кубс. Как же так? А будем это чуть позже, да. Невнимательно. И тут 87 в упоре. Чокос, карди разбираются с командой питсбургских рыцарей. Но карди сильно просел. Он устал. Ему нужно передохнуть. То же самое касается и Асты с Чоко. Такая полупозиция в опене. Здесь, конечно, если найдет их шестерки, эмки Чико и спитсбургских рыцарей, здесь, конечно, не судьба выжить команде 87. Но растягивают, растягивают их в пике. И они, конечно, файты классно проводят, да? Как они вообще декоративят соперника? У них челлендж. У них получается второе убийство с транспорта в этой катке. Ребятам слишком легко уже стало просто воевать, да? Разносить склады в старте. Они теперь еще и машины подключили, но эмайлс. Но позже рыцари почему-то приезжают без прочека на холмы Георгополя хайграунды и натыкаются на нали. Но это пока только минус два игрока. Круг будет уходить в сторону контейнеров Нижнего Георгополя, и тут начинаются всеобщие файты. Переходим уже к файту Альфа-Севен против футболистов. Это капец конкретный. Сына Текса сносит Лавазина, и Альфа-Севен, по-моему, здесь планируют выиграть замесу коллективу футболистов. И да, они воспользовались мостом. Футболисты, видимо, не готовы были к такому. Просто жесткий файт. Не палится сейчас мафиоза. Лутся еще и каска залитая. Конечно, рево и мафиоз должны... 15 для футов. Альфа-Севен на этом не останавливается и просто крашивается дальше в двушки СБС. Либо как госты, или чуть левее там, да? Либо отыгрывают, соответственно, просто выходя последними с контов на Жоржике. Но Нави не в контакт на Жоржике. И в конты уже не заехать. Поэтому действительно будет круто посмотреть, как Нави справит Чаптан. Обе команды находятся за зоной Сына Текса. Быстрее, быстрее устраняет Альфа-Севен. Мне кажется, Альфа-Севен здесь не жильцы. Да, они, наверное, закроют Булук Чаптан. Но дальше их из этого здания уже никто не выпустит. Они, возможно, и подумали, что они не жильцы. Поэтому решили пару ПТС, прежде чем отвалиться, заработать на команде БС. Вероятнее всего так и будет. Сына Текса уже от КИС. Кстати, что ждет рево? Он ждет, пока закончится. Настало время теперь врываться Нави. Он ждал, он ждал, пока пулемет остановится. Боялся выйти на припарик. Так его закрыл вообще Сына Текса, похоже. Нет, Сына Текса уже умер. Уже ранее. Ну-ка, в общем, закрыли. Да, давай, смотри, Нави ворвались на Некс.Руя. Это гиперважный момент в карте. Прямо сейчас из-за места. Только начинается видос. Давай. Да, это та самая позиция, от которой надо было бы отыграть. Ой, как обидно. Забег в туалет. Топ-11 для Нави. Ну, тут комментарии излишни. Единороги наш топ-6. И последние пять команд. Госты. Некс.Руя. И посмотри, сколько двоица из Фьюриус Гейминг доставила вообще проблем коллективу Райз. Да, по итогу их забирают. Но сколько времени потеряли Райзы, чтобы придумать, как им выйти с этих контов. Ведь пора убираться. Зона вышла. Это шестая зона. Она не оставит там никого. Мы перемещаемся на Некс.Рой Гейминг и Гостов. И Госты численное преимущество не использовали. Open сильно подводит ребят. Не зря Frozen не так часто с командой прокидывал метательные девайсы. Все метательные девайсы были уготовлены этой командой на финал для отбития вот этих кемпов и занятия топ-1. У Гостов образуется минус два. Некс.Рой Гейминг я, наверное, запредиктил бы, ну, на топ-2 так точно этого коллектива, даже при такой степени. Параллель у нас пошла. Выпуш от хостов. Отплеклись НРы на райзов и сразу хосты решили ударить. Красиво и... Ой-ой-ой, Нехат выбегает сейчас под спекой. И честь 24 из травы нокает с добором. Frozen также закрыли кудюр. Ну, как же так? Некс.Рой Гейминг при топ-позиции, закрыв двойку из гостов, не может справиться с оставшейся двойкой. Все быстро, мгновенно поменялось. Дополнительная хаешка спека минусует НР на четвертую строчку. Это, наверное, провальная история для Некс.Рой Гейминг. Они могли затащить, но просто не справились. Такое бывает. При этом мы понимаем, что у Некс.Рой общая ситуация по турнирке позволяет им ошибаться. А вот S2G, может быть, они нас удивят. Они много растеряли вообще. После первого супер-викенда минус 0 ему пасу. Райзы третья строчка. И вот он долгожданный финал. Rip7 и Timber против HH24 из пека. И прямо сейчас, сейчас HH24. Понимаете, теперь расправа или это был спек? Разменялись, ребята. 1-1. Севин против HH24. По хп численный перевес. Количественный перевес у Севина. Раз на раз. Как опасно. Суджи, неужели вдвоем камбэкнут? Они сейчас на последней карте. Но хосты в нужный момент ударили по НРкам. За это тоже, конечно же, ребятам респект. И все решается прямо сейчас. Идут они друг на друга. Севин против HH24. Пложная жесткая заруба на финале. Ну что, гост или рипс? Дуэль 1 на 1 заканчивается победой команды S2G. И это 9 лов для Дуа Севина и Timber. Давайте посмотрим общие таблицы обеих регионов. Начнем с East. И сразу бросается в глаза большой отрыв у Infinity команды из Таиланда. И с отличной стабильностью. 155 очка за первый Супер Уикенд и 165 за второй. Также можно сказать, что команды East региона выделяются этой стабильностью. Нету больших перепадов, как у West региона. Ново пропустили этот Супер Уикенд, но держатся все еще на 14 строчке. У нас лидирует Alpha 7. И только их можно выделить с ровной игрой. Мэтбулсы упали на 17 место, но отрыв небольшой от Eastern Stars. Все решится на последнем Супер Уикенде, если пройдут. Всем спасибо за просмотр, друзья. И удачи.